Представляя полтора месяца назад Акуру МДХ, японцы предпочли добавить приставку «Прототип». Однако вышедший сейчас серийный вариант заставляет удивлённо вскинуть брови. А где отличия? Большая часть характеристик тоже была раскрыта заранее. Но коротко напомним, что флагман премиум бренда подрос во всех направлениях, а также перебрался на ту же свежую платформу, что недавно примерил седан TLX. Это значит, что спереди смонтирована двухрычажная подвеска, а в приводе задних колёс – индивидуальные многодисковые муфты. Впрочем, в стартовых версиях привод будет передним. Американцы это любят. Основным остался шестицилиндровый атмосферник отдачей около 300 сил, но автомат нарастил количество передач на одну – до 10. А чуть позже подоспеет горячее исполнение, которому отряжен трёхлитровый турбомотор. Цены объявлены. 47 тысяч долларов за базовый вариант выглядят очень привлекательным предложением. Но поскольку Acura покинула Россию, для нас заокеанские прайс-листы – привет из параллельной реальности. Самая дешёвая модель Ниссана у нас – это дастероподобный Тирана. Но по ту сторону Атлантики роль открывающего отведена кроссоверу Kix, который только что пережил обновление. Притом весьма серьёзное. Передняя часть переделана полностью. Удачный салон трогать не стали, ограничившись внедрением более современной медиа-системы. Плюс, разумеется, в ассортимент ездовой электроники вошли новые помощники. Без этого сейчас не проходит ни одно обновление. Ценники пока не распечатаны. Однако начальная ставка на уровне 19 тысяч долларов, скорее всего, сохранится. Похоже, что электрический пикап стал для американского автопрома не столько форматом, сколько национальной идеей. Ведь делать такие машины хотят буквально все. Включая молодую фирму Атлес. Последняя желает дать американцам модель XT, полностью разработанную и построенную своими силами. У всех версий будет по 4 электромотора, а покупателю позволят выбрать лишь ёмкость аккумуляторов. Старт поставок назначен на 2022 год. Если, конечно, к тому моменту фирма не сгинет под натиском более опытных конкурентов. Хотя предпосылки выжить вроде есть, ведь Атлес обещает установить ценники ниже соперников. Продолжение следует...